Окей, дорогие друзья, мы начинаем нашу программу. Сегодня у нас суббота, 2 октября. Время сегодня один час дня по времени города Чикаго. В Москве 9 часов вечера. И эта программа достаточно необычная. У нас на связи Россия-Москва. И Ангела Грант, она является таролог, рунолог, да, и называет себя, сейчас на все это дело объяснит, ведьмой языческой северной традиции Асатруа. Ангела работает с некоторыми славянскими богами и богинями, а также с архетипами. И вот мы сейчас, выясним, есть ли Ангела у нас в эфире. На самом деле, я-то ее вижу, вот не знаю, слышит ли она нас. Ангела, добрый день. Добрый день. Вас прекрасно слышно и вас прекрасно видно. Да, очень хорошо, и мы вас видим и слышим тоже очень хорошо. И у меня к вам сразу вот такой, что ли, вопрос. И это достаточно для вас, это сюрприз. И для человека, который сидит рядом со мной, тоже сюрприз. Его зовут Владимир, он ведущий программы, который сейчас возьмет, вот я сейчас удаляюсь, а он будет вести с вами эту программу. Программный директор радиостанции центра Сангейтс, Владимир, Гершанов его фамилия. А у меня к вам вопрос такой. Сейчас я уберу микрофон, который мне мешает, вам мешает его видеть, я в камере это все наблюдаю. Да, и вы сейчас видите Владимира? Да, я прекрасно все вижу, да. Вы его видите. И вы как-то в одной из наших программ, в первой, точнее, программы, где мы с вами знакомились, точно так же сидел на этом месте один человек, и вы смотрели на этого человека, и пытались определить, что он и кто он из себя представляет с помощью вашей методики, ну не знаю, вы используете Таро, да, Патаро. Будьте добры, вот мне хотелось бы о том, чтобы вы сейчас сказали, он, в отличие от того человека, понимает по-русски и даже очень неплохо понимает и хорошо говорит, что он сейчас и докажет, буквально через несколько минут. А вот вам такое, скажем так, задание, скажите, что он из себя представляет, чем он занимается по жизни, ну и есть ли у него какое-то там, скажем, хобби, и чем бы ему, как вы считаете, можно было бы заниматься, а дальше он вам скажет, так это или не так, хорошо? Ну давайте, прямо экстромтом, да? Прямо экстромтом, да? Да, никто не знал, он не знал, вы не знали, я бы сказал, что он будет вести, что, в общем-то, так оно и будет, но вот этого задания не было. Я обычно начинаю с работы и обычно мужчина социально что-то заботит, поэтому первый вопрос, это что у него сейчас по социуму, это у нас ушло. Так как я таролог, я никогда не называю и не назову себя ясновидцем, я вижу только через сны мне приходят вещи, мне проще читать через тару, я мантик, мантик это от слова мантика, предсказание, да? Вот, я вижу по шестерке Пентакли, что человек ждет каких-то денег, поступления, возможно, это связано с радио, очень переживает по поводу каких-то вещей, может быть, разборки, интриги, я не пойму, семерка мечей об этом говорит, но у него все закрутится, в принципе, нормально, поступление должно быть. Я думаю так. Далее, он, в принципе, сам по себе человек такой жесткий, несколько, то есть он расчетливый, все строит друг за другом, по плану, но, конечно, тут бывают некоторые разочарования, которые зависят не только от него, то есть сейчас вероятность такая, остаться при себе, при своем, да, но не рассчитывать на что-то большее, то есть, так скажем, мне так карты говорят. И сейчас и любовную сферу я вытащила сразу же так, третьим фоном, у него сейчас какие-то иллюзии, семерка кубков по любви, и вот думая о женщине какой-то, вот, например, вот так вот, да, вот, то есть это я сразу, я социум, сейчас у него в социуме, ему важно устаканиться, важно, давайте сейчас спросим, ну, задавайте вопрос, мне так проще, Владимир. Здравствуйте, Энджела или Ангела? Ангела лучше, я от Ангелина, я от Ангелина. Я понял. Здравствуйте, Ангелина. Хочу еще раз напомнить, что на волнах радиостанции Сангейтс у нас сегодня замечательный эрунолог, предсказатель, ведьма, от слова ведущая мать, как я понимаю, а также человек, который знает сферы, читает информацию, и просто очаровательная женщина, Ангелина Грант, которая сегодня присутствует на наших волнах. Итак, ну, скажите, пожалуйста, хобби, какое у меня, что нам говорят руны? Руны вообще сложный инструмент, на самом деле, для прорицателя. Ну, хобби, у вас хобби, она же и работа, у вас связана со звездой, то есть ваша работа, это ваше хобби, то есть вы так любите радио, что вот у вас хобби светиться и блистать, вы практически такой же человек, как я, в чем-то. Это ваше предназначение, то есть вот что-то связанное с публичностью. Ангелы, скажите, пожалуйста, руны, такое вообще сложное слово, что обозначает слово руны? Руны по одним источникам означает рана, ну, то есть если вдаваться в славянскую этимологию, в том числе по Чудинову такой есть исследователь, которого немножко не считают полноценным исследователем, ну, там доли фантазии, доли правды, кто как лучше, кто касается. Но, тем не менее, я в чем-то согласна с его позицией относительно, что руны – это рана, то есть не зря их наносили, как черты резы на древние памятники, знаете, как врезали. Также руна обозначает слово тайна, то есть не зря Один, именно Одину, который... Только один владел магией асов и магией ванов, магия асов – это мужская магия, воинствующая ванов, это больше женская, да? Вот, и только Один владел обоими видами магии. Дорого заплатил за это. Да, дорого заплатил, провисев на древе, грасили, по легенде, да? И они ему сложно достались из источника, в источнике судьбы. Он увидел веру, да? То есть руны – это живые ключи к веру. Это, скажем, существа, как камни. Знаете, камушки, они тоже живые. Просто там по времени. Каждая руна – это обладает инстинктами, разумом и волей, разумеется. В общем, тут, конечно... Все сложно. Все сложно. Конечно, да. Когда начинаешь работать, уже несложно, поверьте. Ангел. То есть нужно войти и... Он из лесу вышел и тут же зашел, да? Или снова зашел. Скажите, пожалуйста, а вы свои руны кровью кормите? Дело в том, что тут, опять же, считаю, что это все настолько индивидуально, и кто как делает, так и хочет. В принципе, я считаю, что при изготовлении амулета с привязкой к человеку, как я делаю людям, желательно, это кровь для улучшения работы этого амулета, для установления контакта, для улучшения энергии. Но подкармливать личный набор... То есть если, когда я вырезала деревянный себе первый, да, я, естественно, вырезала, сделала для себя там такой прям близкий. Вы прямо сами резали ручки? Да, да. То есть на плашках собирала их часть мне, честно говоря, подруга даже подарила, я попросила ее определенные ветки, и она говорит, ты знаешь, у меня ветки давно эти лежат, и вот они к тебе запросились, а они срублены тоже. Она спасла эти ветки с дачи, так скажем, ясени у нее росли, и хотели ясени порубить, она просто умоляла рабочих, чтобы не рубили, потому что провода мешали, и я говорю, эти ветки не просто так мне достались. То есть я из них сделала плашки, обработала, вырезала ясени, рябина, там, по-моему, даже два набора вышло, один для клиента, то есть у меня заказ был, да. Вот, а одни из первых наборов мне, естественно, как это должно быть, то есть с рунами я считаю, что должен кто-то знакомиться, да, то есть знакомить человека. Сложный новичку войти, особенно тот, кто в христианском эгрегоре был, ну, так как у меня были шаманские корни различные, там, далекие, бурятские, это тоже с севером связано, с северной магией, мне было проще. Мне как-то вот, когда я узнала о рунах в 2007-2008 году, меня прям потянуло, открыла для меня их моя, так скажем, я ее считаю подругой, наставницей в чем-то, то есть я не сказала, что она меня там обучала всему, обучилась я всему сама, но она для меня их открыла, рассказала основы, и первые обряды, которые мы делали, мы делали вдвоем, то есть, по сути, этот человек у меня познакомил с богами. И потом уже, после клятв, у меня начались какие-то инсайды, просвещения, да, вот, я так поняла, что это было тут самое посвящение, мне приснился сон, в котором мне приснился Асгард, вот, и первый набор, конечно, мне подарила, ничего такого не было сказано там, то, что ты вот прям должна кровью их накормить, напоить, просто это был подарок на день рождения, я ее попросила, сделай мне, то есть это набор, вырезанный на камни, вот, собственно, они, я покажу, вот, на аквамарине, тюрине, сейчас не знаю, сейчас немножечко, они зелененького цвета зубы, вот, в принципе, я сейчас тоже делаю себе наборы, вот, исландские руны также и на продажу, так же я занимаюсь, то есть я сама сейчас делаю... Исландские руны и на продажу, да. Я в том смысле, они отличаются, скандинавский футарк, это вот классика, да, это древнегерманский. Есть еще древнеславянские руны, они тоже со своим произношением руны, то есть они звучат по-другому. Ой, там несколько строев, я не очень сейчас хочу в это углубляться, потому что это тема отдельной программы, то есть это тема отдельной программы, там существует и строй в Ведале, и в Венедице, и, в общем, там очень вариантов, то есть в славянизме вообще там столько племен было, у каждого племени свои руны, которые изначально были чертами, резами, потом их рунами назвали. То есть некоторые переплетаются по изображениям очень тесно со скандинавскими, но имеются другие названия. И опять же ведутся споры об источниках этих рун, то есть у нас даже Велесова книга, ведутся споры, существует ли она на самом деле, либо это какая-то достаточно новая выдумка, да? То есть источники утеряны, если сохранены несколько табличек, то... Ну, Велесова книга считается как бы наполовину мифом, то есть недоказанный факт, как все одни говорят, а ее никто... Никто не видел, да. Да, абсолютно верно. Тем не менее существуют эти таблички, я знаю лично людей, которые видели даже спрятанные таблички. У меня нет оснований не верить, но в том числе у одного человека, я думаю, есть это, который человек находится в Киеве, да. Вот, сейчас библиотека и не вам не зря она сгорела, то есть там, я думаю, непростой был пожар, если вы слышали в России, да. То есть человек, который, ну, сотрудничал с американскими, наверное, я не знаю, сможет... Это гирострат появился. Да, то есть получается, что не сожгли, а часть копии вывезли, потому что очень невыгодно нашему российскому православному государству, чтобы это все всплыло, потому что если всплывет все славянское, то есть и Грегор просто захватит, да, и люди просто массу пойдут из церквей и к своим богам, к источникам вернутся. Это невыгодно, поэтому это все усиленно прячет. Но я скажу скандинавских Грегора, ему спасибо тем древним людям, которые сохранили какие-то крупицы, камни, которые все это берегут как культурное наследие. Вот. Он у нас в России прекрасно пашет, прекрасно работает. Ну, вы знаете, ночь с ворога-то заканчивается, все равно проснутся-то люди. Конечно, конечно. Тут ни вправо, ни влево, понимаете. К тому же, даже если говорить о образе хрестоматийном Христа, то если мы возьмем во внимание то, что тот же Один, к тому же дереву... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok